Катаев, сын полка. Хотя до переднего края уже оставалось не больше двух километров, разведчики продолжали идти все так же осторожно. Вдруг старшой остановился и поднял руку. Звук, который привлек внимание сержанта Егорова, казался очень странным. Егоров взял в рот кинжал и пополз по-пластунски. Через минуту он скрылся за темным кустом можжевельника. А еще через минуту разведчики услышали тонкое посвистывание. Оно обозначало, что Егоров зовет их к себе. Картину, которую не увидели, была проста и вместе с тем ужасна. В окопчике спал мальчик. Стистыв на груди руки, поджег босые ноги, мальчик лежал в зеленой вонючей луже и тяжело вредил во сне. Его голова, взросшая давно не стриженными грязными полосами, была неловко откинута назад. Худенькое горло вздрагивало. Изо рта вылетали сеплые вздохи. Лицо было покрыто царапинами и синяками. Мальчик спал, и по ему лицу судорожно прибегали отражения кошмаров, которые преследовали мальчика во сне. Его лицо то застывало в ужасе, то нечеловеческое отчаяние искажало его. Вдруг мальчика как будто ударило ее изнутри, подбросило. Он проснулся, вскочил, сел. Его глаза дико блеснули. В одно мгновение он выходил откуда-то в большой и точный гвоздь. Сержант Егоров успел перехватить горячую руку мальчика и закрыть ему ладони рот. «Тише, свои!» — шепотом сказал Егоров. Только теперь мальчик заметил, что стрямый солдат были родные. Радостная улыбка вспыхнула на его истощенном лице. Он хотел что-то сказать, но снял произвести только одно слово — «наше» и потерял сознание.